Здравствуйте, дорогие подписчики! Здравствуйте, наши зрители! И сейчас мы находимся на неофициальном открытии штаба Навального в городе Уолл-Удэ. Ну, в нашем. Давайте зайдем в дом. Вот эта улица, вот этот дом. Давайте зайдем. Здравствуйте! Здравствуйте! Денис, платеж выборного штаба Алексея Навального в городе Уолл. Сегодня открытое штаба, да? Сегодня открытое штаба, да? Оно официальное или да? Нет, оно пока неофициальное. А когда планируется официальное? Официальное будет в сентябре. К нам приедет? Ну, планируется, что да. Если он не будет с приемом 10 лет, еще где-то. Леонид Волк. Если он не приедет, на любом случае, хотя бы Леонид Волк. Это на сентябре. Как вам удалось снять офис? С этим всегда проблемы. Ну, это очень сложно было. Многие отказывались. И вот, получается, в этот вторник нам из Москвы дали срок 3 дня буквально, чтобы нанести. Удалось. Но это лучший опыт расспрашивает. Ну, да. Ну, да. Штаба. Я с ним в таком. Поэтому... С его страницы как раз я узнал о том, что сегодня это штаб. Как вы относитесь к нынешней политической ситуации в республике? Ну, мирношней политической ситуации в республике то же самое, что в России. Не пускают кандидатов на выборы. Вячеслава Мархаева не допустили. Да, у нас, кстати, есть об этом видео. Как раз просто потому, что нынешняя власть боится политической конкуренции. Вот именно поэтому его допустили. И сейчас Алексей Ксиденов будет выигрывать выборы непонятно у кого. Ну, там ещё... Еброг в лапту. Еброг в лапту. Еброг в лапту. Сергей Дорош и Батазолеба когда-нибудь. И меня очень удивляет, как Мархаев прошёл вот эти... Этот фильтр. Не шёл, не фильтр, а Бато прошёл, да. Да и Дорош. Не Дорош прошёл. По факту, ведь Дорош это... Поставной лицо с лепутчиками. Ну, они прошли фильтры только потому, что нынешняя власть абсолютно уверена, что Алексей Ксиденов выигрывает у них без проблем. То есть, если бы был Вячеслав Мархаев, там непонятно, может, был бы второй тур, там и так далее. А решили с этим не морочиться и решили, что сразу... Ну, это как в ситуации с наверное... Да, и Евгений Ройзман тоже сам. Спасибо большое за комментарии. Владимир Владимирович Путин. Предстоит обновленности премьер-министр России. Вернее, был назначен премьер-министром, потом стал исполняющим обязанности президента и... Собрание когда будут проходить? Собрание, в принципе, всё зависит от нас. То есть, всё зависит от волонтёров в первую очередь. Потому что это основной ресурс, как бы... Я сейчас вот... Задание дали мне найти юриста, может, там... с юридическим образованием, да. Может быть, у вас знакомый есть, кто хочет. Плюс заместителя координатора. Но я, как бы, работаю на полставки. Поэтому тут появляться буду, ну, не всегда. Ну, буду в течение дня появляться, но не всё время здесь буду. Пётр, можно два слова о себе? Вы кто? Вы что? Я... С поиском помещения как были дела? С поиском помещения вообще сложно было. Вот здесь единственный собственник сказал, кто... А я, говорит, нормально отношусь к Навальному. Ну, то есть, собственник помещения... Я спросил, а что, если здесь будет штаб Навального? Он говорит, мне всё нравится, но мы тут хотим штаб Навального открыть. Я говорю, нормально, как бы, отношусь хорошо. А отказы были? Отказы были. Ну, завуалированные отказы были, потому что, ну, как... Было несколько собственников, с которыми я разговаривал. Они сначала говорили, да, мы согласны. Но через, там, день-через два, когда я перезвонил, говорю, когда мы будем заключать договор, мы ещё подумаем, а у нас там есть другой, арендатор вам более лучшие условия предложил. Я говорил, что мы предложим ещё более лучшие условия. Говорит, нет-нет, мы уже руки пожарим. То есть, я думаю, что... Либо собственник сам передумал, либо там давление оказывал. Мы хотели вообще в июне открыться, и поэтому... Ну, в июне вот мы нашли, как бы, помещение, там, договорились вроде бы, но, собственно, отказался. Несколько дней он, как бы, ответа не давал. Ну, и здесь тоже, кстати, мы ждали ответа, наверное, недели-полторы. А когда можно посмотреть фильм про Немцова? Да. Мой друг Борис Немцов. Ну, я думаю, с понедельника начнём, будем... Здесь нам нормальную работу наладим, там, может быть, когда? В среду, в четверг. Вообще уже можно хоть час смотреть его. А его нет же, да, в интернете? В интернете нет, только в штабах можем. Нам дают ссылку, она действует один раз только, эта ссылка. Мы её смотрим, как бы, она перестаёт действовать. Там правообладатель просто разрешу, штабах показывает, но надо её предупреждать там. Ну, можно писать, а они открывают просто. Может, сейчас прямо посмотрим? Ну, это надо им писать. А сейчас у нас 8 часов будет открытие. А как посмотреть, надо вам звонить, сказать, я сейчас приберу. Мы анонсируем, в нашей группе мы анонсируем, что мы будем показывать этот фильм. Да, вообще будем много фильмов показывать различных. В том числе, ну, я думаю, будем номер один тогда его показывать, если есть интерес. Прямо номер один. Ну, это известный, самый интересный, интересный. Ну, видите, ещё пока нормально, чтобы было видно, ещё надо купить проектор. Пока сейчас ждём, вернее, пока пришлют. Костя, а почему вы в гражданскую платформу подошли? Потому что на тот момент не народного... Народное Одинство, он на тот момент был партией Ановадовым, на тот момент она не была официально зарегистрирована, и других альтернатив не было. И сам Прохоров, он позиционировал себя именно как альтернативу текущей, ну, здесь ещё партия классическая. Наша партия не оппозиция, наша партия альтернатива. Вот так было всегда. Ну, мне было интересно, я пошёл. Как вы сами считаете, народная поддержка вообще есть здесь, в городе Улан-Удэе, в преспублике в целом? Ну, по опыту, да, вот, когда мы ходили, и вот у нас был субботник, альтернативный субботник, практически 90%, ну, 80-90% молодёжи знают и поддерживают. Есть такая молодёжь, которая крайне негативно реагирует на это, ну, я бы так сказал, асоциальные элементы, сразу с матами, и шёл бы ты под эту группу здоровых со своими новыми, так же мы говорили. Ну, то есть, как и везде, есть определённый процент вот такой ординальной молодёжи. Ну, ординальной молодёжи. В основном, молодёжь за старшее поколение, да, вот, те люди, которым за 50-50, вот так вот, бабушки, дедушки за 70, да, я вот ходил. 50 на 50. То есть, 50% не согласны, причём резко не согласны, 50% наоборот, очень позитивно, так бы, относились к нашей акции. Ну, когда, да, молодцы, давайте, мы с вами там всегда. И, получается, в государственных органах, да, у вас негласная поддержка какая-то есть? Ну, не всё, конечно, да, люди, там, возможно, единицы нас поддерживают. Ну, по крайней мере, я говорю, мне подходили, ко мне подходили, говорили, что вот те люди, которые работают там, причём руководящие посты занимали, ну, одобрали. А на данный момент какое количество волонтёров у нас в городе? Хотя бы примерное число. На данный момент, я как понял, у нас сколько там парки? Ну, хотя бы кто, сколько в субботнике винованию участвовал? Ну, вообще, я как понял, 6-7 тысяч по Гурятии у нас зарегистрировано в Москве. То есть, ну, конечно, гораздо меньше активных, гораздо меньше. Ну, вот сколько реальных, так скажем, активных волонтёров? Ну, вот все вы, получается, кто пришёл. Нет, но на субботнике же тоже кто-то участвовал? На субботнике, да. Ну, на субботнике, допустим, в первый день было 17 человек всего, на второй день было 6, по-моему, 7, в два раза меньше. Бютер, как вы оцениваете реально шанс быть зарегистрированным в Навальном в 2018 году? Я оцениваю, ну, конечно, хочется чудом, но, как бы, вряд ли дадут. Сделают всё, чтобы он не прошёл. Как новых процентов? Ну, реально процентов 30-35, я думаю, реально мы возьмём. А это, значит, второй тур, скорее всего. Нет, нет, нет. Быть зарегистрированным вообще. А, вообще зарегистрированным? Ну, будем делать всё для этого. Наша работа зависит. Да, наша работа от этого зависит. Чтобы он был зарегистрированным. Ну, я думаю, что это мало. Наверное, кто думает, что его имя зарегистрировали. Я думаю, не придётся зарегистрировать. Не придётся зарегистрировать, иначе просто, ну, как бы, будут волнения. Просто и молодёжь, как бы, много людей, кто за сколько штабов открылось, да. Больше семидесяти штабов, и в каждом городе ведётся работа. И, соответственно, сторонников всё больше и больше. Просто будут народные волнения. Им это не надо. Я думаю, что они зарегистрировались. Больше, чем уверенность, но они зарегистрировались. Но сделают всё зависящее. Зависящее от них, чтобы он не прошёл. Будут административный ресурс включать. Будут занижать показатели, переписывать бюллетени. Поэтому наша задача будет тоже подготовить сильных наблюдателей, хотя бы на ключевые места, на ключевые участки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Если есть какие-то вопросы, давайте спрашивайте. Когда приедете, Алексей? Как я уже сказал, в сентябре мы начинаем активно ездить, но, сами понимаете, много куда нужно заехать, но я точно совершенно приеду в комнате этой компании. На Байкал. Вы точно, да, да, пока нет. Что? На Байкал. Ну, штука в том, что я почти к вам приехал однажды, вы знаете, у меня не было загранпаспорта, я обнижал все места, куда можно поехать в Россию, с семьей отдыхать, и однажды мы почти приехали на Байкал, но у вас там все сгорело. Был такой эпизод, да. Какие планы на Улан-Удэ у вас еще в дальнейшем? У нас вообще, в принципе, есть отдельные планы на национальные республики. Есть отдельный план на специфические национальные республики, типа Бурятии, где довольно высокий протестный потенциал. Этот высокий протестный потенциал, он совершенно не востребован. Но вы сами знаете, что у вас реально, на самом деле, протестный регион. Регион с огромным количеством проблем, которые не решаются и не будут решены в обозримом будущем. Поэтому я сейчас, как бы, я не буду раскрывать всех идей, но у нас есть специальные планы, и в том числе на Бурятию. Но конкретно на Улан-Удэ у нас к вам приехать, с вами еще раз встретиться, митинг, может быть, провести. А вот еще мне подсказывают, что 25 августа к вам приедет Володя Милов и будет выступать в рассказе об экономической программе. И он, на самом деле, довольно хорошо излагает все эти вещи. И он такой парень боевой, поэтому, может быть, он даже какие-то дебаты устроит. И в любом случае, я уверен, что он, ну, как бы, сможет довести многие важные вещи, которые я пока еще не смог довести. Алексей, можно вопрос? Да, конечно. После освобождения Сергей Лайцов встречались? Так он вышел только позавчера, поэтому нет, я еще не встречался. А в смысле? Я думаю, что для него, слушайте, ну, человек, я сидел 4,5 года, вряд ли это первая задача для него встречаться со мной. Тем не менее. Ну, пока нет, пока еще нет, пока не встречался. Понятно, все, спасибо. Хотим увидеть, хотим увидеть ваши новые дебаты, когда будут с кем планы какие-нибудь. Ну, а вы мне скажите, с кем нужно устроить дебаты? С Путиным. Ну, хотя бы с Медведевым. Отлично. Спасибо, полностью согласен, но хотя бы с Медведевым, да? Ну, напиши, что давай Путин, хотя бы Медведев. Конечно, ему интересует дебаты. Конечно, какие-то дебаты и с Путиным, и с Медведевым, но эти ребята довольно пугливые. Они этих дебатов не хотят. Тем не менее, мы будем тремковать, мы будем настаивать. Пока конкретных каких-то планов на следующие дебаты нет, потому что, ну, как бы, что бы то какая с нашими дебатами пока? Приходится спорить со многими, но не с той стороной. Нам нужен кто-то из Единой России. Нам нужен Путин, Медведев, доверенный лист. Они все боятся. Поэтому вот я спорю то с Познером, то с Чубайсом, то со Стрелковым, с которыми у меня там масса разногласий, но которые не являются какими-то стопроцентными нашими политическими противниками на этих выборах. Хочется с кем-то именно с той стороны. Они пока боятся, но будем работать над этим. Вы видели новое видео у Ходорковского, у Дудя? Конечно, видят. А вы не смотрите мою программу? Да-да, вы видели, смотрели. Я понимаю, отлично, она по вашему времени выходит очень поздно. Но я, конечно, видел Ходорковского у Дудя, я видел Ходорковского у Венедиктова. Вчера я немного покритиковал Ходорковского, но нормально, мы с ним после этого списались и сошлись на том, что взаимная критика полезна. Смотрите программу, я там довольно подробно об этом говорю. Спасибо. Алексей, а вот вопрос к Кавказской республике, это же тоже национальные республики. И как вы говорите, получается, да? И у вас же политика, отношение к ним какая-то определенная все-таки есть? Относимся ли мы к своей части политического национальных республиках, эти Кавказские республики. Ну, понимаете, у нас национальных республик много, и, прямо скажем, федеральные центры к ним относятся по-разному. Например, в Чечню заваливают деньгами. Ну, а вы мне скажите, а в Бурятии заваливают деньгами? У нас есть к Адрю. И близко. И близко, слава богу, что у вас нет. И близко. Вас деньгами не завалили. Поэтому, как бы, национальные республики, они очень разные. Вот в Бурятии реально Кремль, как и во многих других республиках дальних, реально поощряет нищету. Никаким другим словами это назвать невозможно. Все деньги отнимают, потом, если губернатор поехал и там вымолил что-то, вы получили, а если бы не вымолил, то ничего нет. У вас, вы в рейтинге регионов по уровню жизни на каком месте? Сами помните? О 75-м. О 75-м месте по уровню жизни находится Бурятия. Ну, вот вам национальная республика. Поэтому, конечно, абсолютно разные постели. Абсолютно разные. Нужно говорить и на Кавказе, нужно говорить и в Бурятии, но в целом корни и причин-то они одни. В Чечню уходит много денег, население нищие. В Бурятии не уходит нисколько денег, население нищие. Все остается в Москве. Алексей, вы слышали ситуацию с главой Бурятии с настоящими выборами? Что у нас кандидата сняли? Не допустили до выборов? Мне писали из республики, я писал в фейсбуке о том, что вас Маркаева не допустили до выборов. Правильно? Да, все верно. Я тебе говорю. И это абсолютно беспредельная ситуация. Он коммунист, он шел от коммуниста в этот раз, правильно? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Да, да, да. Наверное, мои взгляды с ним не могут быть на 100% идентичны, но то, что его не допустили на выборы, это абсолютно беспредел. Я это писал и совершенно могу сказать, я не знаю, наверное, журналисты присутствуют не предупреждены. Присутствует полный беспредел, что его не допустили. Позиция Центральной избирательной комиссии, конкретно Панфилда, абсолютно лживая и лецемерная. Они там волны, что он что-то не так сделал. Ну, он же настоящий реальный кандидат, правильно ли? Да, да. Согласны мы с ним или не согласны, мы понимаем, что он представляет существенное количество жителей Бурятии. Не имеют право его не пустать на выборы. А те, кто его не пустил на выборы, но они преступники. Я к ним по-другому не могу относиться. И это одна из важных причин, почему я иду на выборы. Потому что в прекрасной России будущего президент России, Навальный, он будет Алик Петров, он не сможет не пустить на выборы Мархаева, И Центральная избирательная комиссия не сможет не пустить, и Бурятская комиссия не сможет не пустить, потому что если кандидат, у нее есть поддержка. Задача избирательной комиссии помочь ему участвовать в выборах и не срезать его. Конечно, они его не пустили на выборы, потому что он представляет угрозу. Потому что он сможет аккумулировать протестные голоса. Конечно, Конечно, я его поддерживаю, я не знаю, продолжается у вас еще голодовка, я знаю, что голодовка же была, правильно? Два дня. Было, да. Три дня. Три дня. Три дня. Ну, я не знаю, насколько продолжалось, я все равно, даже если они перестали голодать, я не спорю к этому относиться иронически. В любом случае, люди заявили о протесте. Я поддерживаю абсолютно всех, кто считает, что не только Смаркаева это беспредел, он настоящий, в самом деле, кандидат. Оскорбление республики, это манипуляция голосами, это еще один шаг в сторону бедности и коррупции. Алексей, а как относитесь к визиту Владимира Путина в Бурятию? Я отношусь к визиту Владимира Путина в Бурятию, я не знаю, но вы мне скажите сами. Он вам, кстати, с визитом что-то принес? Ну, там дороги перекрыли. Вот перекрыли вам дороги. И везде происходит одно и то же. Он же Омуль спустил там в Байкал. Да, я читал эти классные, смешные репортажи про то, что он пускал Омуля в Байкал. Правда, представители написали, что он как будто либо не того Омуль, либо не так пустил, если все эти Байки подохли. Ну, я надеюсь, что там хоть кто-то там выжил. Но, в общем-то, весь этот визит отлично демонстрирует, что такое сейчас Россия в 2017 году. Это просто показуха. Бесконечная показуха. Значит, несчастный телеоператор в гидрокостюме стоит в Байкале, где, я так понимаю, холодная вода. И два часа снимает, как вот этот вот чудик выпускает в Байкале. Ну, Господи. Ну, противно же на это смотреть, согласитесь. Почему? Это неоплое. Приезжай, 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 постой в воде. Что, что? Приезжай, постой в воде. Вот оператор в воде постоял, а Путин в воде-то не постоял, насколько я понимаю, верно? Поэтому мне на эту показуху смотреть противно. Я бы хотел, чтобы Путин приехал и ответил на вопрос, ну, почему в огромной богатой стране, которая продает нефть и газ на триллионы долларов, мы находимся в таком положении. Почему официальный сайт статистики Республики Бурятия рассказывает вам о том, что в городе вашем средней зарплаты 34 тысячи рублей. Ну, это же вранье, правильно? Это ложь. Зачем это сайт государственной статистики говорит? Вот он на эти вопросы должен отвечать, а не выпускать мальков. Мальков должны выпускать те, кто работает в этой сфере. А по поводу экологии Байкала, то, что воду попадают из Байкала в Китае и так далее, вы что-нибудь слышали? Ну, я слышал об этом, естественно. Я знаю о том, что есть вообще угроза того, что снижается уровень воды в Байкале. Это действительно такая серьезная угроза. Насколько я понимаю, как бы сама вот эта идея о том, что будет массовая продажа воды в Китае, это пока все-таки не реализовалось на практике. Но, безусловно, с учетом того, что Байкал – это достояние не России, а вообще всей планеты, оно отношение, прямо скажем, к более экологике недостаточно, недостаточно правильное. Вот эта проблема целлюлозно-бумажного комбината… Я еще ребенком был. Вот по телевизору постоянно говорили «проблема Байкала целлюлозно-бумажный комбинат». Бусы ныне там по-прежнему. Говорят, по-моему, сколько, 6 миллиардов рублей потратят на чистые сооружения? Ну, по крайней мере, то, что мы видели до этого, в подобных ситуациях, ну, пока экологическая проблема не решалась. Я очень сильно надеюсь, что хотя бы в ситуации с Байкалом власти серьезно к этому подойдут, но пока я не вижу каких-то прорывов или попыток прорывов в этом направлении. Алексей, в таком случае еще раз в то же время еще один вопрос плюс к экологии Байкальского региона. Вот, то есть мы сейчас обсудили там ЦКК, там, да, прочее-прочее. Вот сейчас состоит очень насущный вопрос по поводу того, чтобы там построить ГЭС на территории Монголии, да, тем не менее, ну, и тем самым уронить там уровень Байкала. При этом товарищ Дерипаска, он его роняет ежедневно для получения там полного кармана, там, полного кармана своего бабла, ну, там, что-то еще. Вот вопрос к вам. Каким образом вообще вот вы рассматриваете ситуацию? Чуть-то с точки зрения, вообще, человека, обозримого и понимающего. Значит, смотрите, ситуация заключается, что у нас как бы есть непреложный факт. Да, понятно. Как я уже сказал, озеро Байкал – это достояние не только Бурятии, не только России, но и всей планеты, крупнейшее хранилище запаса там пресной воды. Да, да. Поэтому как бы базовый подход должен быть, что мы всей планетой охраняем Байкал. Монголы действуют в своих каких-то рациональных интересах. На этот счет должны быть межгосударственные переговоры. В общем-то, это же тема такая не уникальная. Ну, например, взять Аральское море. То же самое, республики разбирают воду, которая доходит до туда, и, на самом деле, это проблема всех республик Средней Азии. То же самое бывает во многих странах. Поэтому нельзя сказать, что это какая-то нерешаемая проблема. Она совершенно точно решаемая с точки зрения нормальных межгосударственных отношений. И Путин должен ими заниматься. На самом деле, вопрос наших взаимоотношений с Монголией – это должны быть не молебденовые комбинаты, а в первую очередь, судя судьба Байкала, и он должен быть на первом месте в любой повестке. Что касается Дерипаски и гидроэнергетики. Но мы отлично же понимаем, что участие вообще всех этих олигархов в гидроэнергетике и то, что они на ней наживаются. Это нужно так и называть. То, что они продают алюминий – это фактически экспорт дешевые энергии. А то, что они работают на этих гидроэлектростанциях – это фактически тоже работа на природном ресурсе. Поэтому, да, я абсолютно согласен, что олигархи должны платить свой акцент. И мы не должны, государственная политика не должна быть направлена на то, чтобы они немножко заработали за счет всех остальных. Алексей, а вы не могли бы сделать репост у себя на страницу в сетях о Байкале? Во-первых, жители Бурятии так больше узнают, что вообще есть Навальный и так далее. И штаб у вас продюсия, а Байкале сегодня узнают. У вас тем более сколько миллионов подписчиков в Инстаграме, Вконтакте? В сожалению, в Инстаграме нету, у меня миллионов подписчиков. Поэтому меня штаб заставляет тебя каждый день фотографироваться для Инстаграма, чтобы было больше подписчиков. Значит, мы для этого, друзья, мы открыли штаб. Во-первых, для того, чтобы больше жителей Бурятии узнали обо мне, о нашей компании, о нашей программе. Во-вторых, для того, чтобы вы от штаба формулировали мне те вопросы повестки, которые я должен говорить. Он работает, штаб пишет, типа, «Алена Вайлевна, мы хотим, чтобы ты расширил какую-то информацию в своих соцсетях или сделал там ролик расследования на какую-то тему». Моя работа как кандидата – этим заниматься, изучать и выдавать какую-то продукцию. Это же именно взаимное сотрудничество. Не то, что вы сидите от меня за несколько тысяч километров и раздаете какие-то листовки, которые придумали здесь, в Москве. Нет. Мы выступаем за децентрализацию, за федерализацию. Это означает то, что, когда я делаю что-то о Сибири или о Бурятии конкретно, куда-то еду и о чем-то говорю, например, о Байкале, о котором спрашивают, на самом деле, не только ваши республики, я доношу какую-то информацию, которую вы мне подготовили. Моя позиция формируется вами, и я говорю от вашего имени, потому что это и есть настоящая избирательная компания. Поэтому, конечно, да, готовьте материал. Спасибо. Когда в следующий раз встретимся на антикорротационных битингах? – Хороший вопрос. А у вас, скажите, 12-го числа был большой митинг? – 400 человек. – Разрешенный? – Да. – С трудом. – А да? – Не там, где ходили, но разрешен. – А 26-го было что-то? – 26 марта? – Запретили. – Был, запрещенный. – Несанкционированный у нас был. – Несанкционированный был? – Да. – Но вы на новый пойдете? – Да. – Конечно. – А если несанкционированный был, пойдете? – Конечно. – Ну, вот и все. Поэтому мы совершенно точно… Ну, и последний вопрос. А коррупции меньше стало? – Нет. – Ну, вот и все. Значит, увидимся на новом несанкционированном. Несанкционированном желательно получить разрешение. Но если они нам не дадут, мы в любом случае пойдем на такой битинг, потому что коррупции меньше не стало. И нужно на них ходить до тех пор, пока ее не станет меньше. Больше народу с нами выходит – хорошо. Меньше народу с нами выходит – все равно пойдем, потому что это там главная задача. Мы-то с вами понимаем, что до тех пор, пока коррупции не станет меньше, ничего не изменится. Давайте, ребята, еще пару вопросов, если есть. – Алексей, только что вот час назад в Новгород суд сказал, чтобы вы удалили часть фильма, о котором мы демонцируем с вами. Что делать-то будет? – Окей, давайте прямо. Я еще ни с кем это не обсуждал. Вы первые, с кем я это обсуждаю, сделаю, как скажете. Удалять мне фильм? – Нет. – Окей, записали. Значит, штаб плана Д запрещает мне удалять фильм. Удалять мне фрагмент фильма? – Шикарно. – Фрагмент фильма удалять, как решил суд? – Нет. – Нет. – Сказал удалить фрагмент. – Все, значит, выполняю волю штаба в Ла-Муде, потому что я кандидат для этого и существующий, чтобы нести волю каких-то людей. Согласно вашему решению, я не удалю ни фрагмента, ни фильм целиком. Спасибо вам за то, что вы решили именно так. – А вы будете еще раз обращаться в европейский суд по поводу того, что вам запрещают волонтироваться? Ну, из-за судимости? – Из-за дела по Кировлесу. – Из-за дела по Кировлесу. Оно находится в европейском суде, ну, вот как бы второй приговор, который идентичный первым, как и все остальные мои дела. Мы, конечно, будем добиваться, я не сомневаюсь, что европейский суд вынесет решение в нашу пользу, потому что дела, очевидно, сфабрикованы, но, ребята, я призываю вас всех не смотреть на европейский суд и даже не смотреть на российский суд, конституционный, какой угодно. Но мы же есть реально настоящие люди. Я вижу вот зал, в зале какое-то количество людей. Эти люди, мы все разделяем единые взгляды, у нас есть программа, мы имеем полное право агитировать, участвовать в выборах и иметь своего кандидата. Я рад быть, я горжусь быть вашим кандидатом, понимаю, что какой-то другой человек может претендовать на лидерство, я с ним буду конкурировать. Но пока вы выдвинули меня, поддерживайте меня, я считаю, что мы все вместе должны идти и требовать. Без этой юридической шелухи. Имеет право, не имеет. Но мы настоящие люди, настоящие люди. Мы здесь живем, живем. Значит, в любом случае, мы хозяева своей страны, имеем право выдвигать кандидата. Вот на этом и нужно стоять, и это и нужно рассказывать всем людям. Когда мы наберем достаточное количество сторонников, никуда они не денутся и зарегистрируют. Спасибо вам огромное. Я ужасно рад с вами поговорить, хотя я в таком странном виде по скайпу. Жду, дождусь и с большой радостью приеду к вам. Пожму вам руки, обниму вас и вы отвезете меня на Байкал и покажете, наконец, как он выглядит. Очень хочу его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Еще раз. Расскажите свои впечатления. Видео связи с Мирей Ганновой. Ну, супер. Я как бы знал, что он будет. Я так написал, что это будет большой сюрприз. Я вообще рад и доволен. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие ближайшие планы по организации работы в штабе? Ближайшие планы? Ну, вот, я думаю, на выходных сейчас мы решим, кто будет проходиться в штабе. Я вообще думаю, что работа будет круглосуточная фактически. Сейчас будем очень плотно заниматься агитацией, там, ролики будем какие-то снимать тоже политические. Может быть, вас будем привлекать сюда. Будем организовывать. Без проблем. Мы только за. А если вы хотите, то, ну, у ненавнодушных граждан есть желание доверять вам помочь. А, ну, я взрываю все. Да. Непосредством перевода. А вот рублем, скажем так. А, ну, да. Финансовую помощь, как бы. Финансовую помощь. Ну, лучше там на общецентральный, как бы, штаб перечислять. Потому что все равно они наши расходы, как бы, компенсируют. Ну, можно... А если это будет в натуральном виде? Натуральном виде можете приносить. Я знаю, какая практика в других штабах. Допустим, приносят, там, принтер, там, приносят, там, еще бумагу. Ну, в таком плане. Не обязательно деньгами, потому что, ну, деньги их, как бы, ну, я не знаю, можно, не можно в штабы брать. Да, и как их вообще потом учитывать. Декларировать. Да, все. Это гораздо легче. Легче, что-то, да, купить нужное, там, допустим, да. Флешку, там, ну, или услуга, да. Проблемы. Хорошо, наверное. Как вы, вообще, видите дальнейшие все, какие вы до приезда здесь, как по вашему штабу? В первую очередь, мы будем в следующей неделе, а мы в понедельник. Обсудим, как будем вообще, сколько вчера и так далее. Будем проводить эгитацию, просто будем. Пока у нас только раздатка есть, газеты и листовки, будем не раздавать, не разговаривать. Ну, так же, в субботнике было. Пока так будем работать. Потом в будущем будут кубы заказать, сейчас проводить батарею куба. На приезд Алексея Навального пришли. А в Казани есть особое. Я говорил, что пока ничего нет, пока ничего. То есть, по мере того, как завтра его приезда приближаться, наверное? Да, скорее всего, да. Скорее всего, да. Мы и вам скажем, ну и вам. Большое спасибо. Будем просвещать остальных. Хорошо. Скорее всего. Отпустим!